Прямом эфире программа «Актуальный разговор» на телеканале «Татарстан-24» в студии Ирина Лебедева. Здравствуйте! Тема нашего разговора сегодня – опять ремонт. Как поручить работу строителям и уехать отдыхать на три месяца или более. Звоните нам по телефону прямого эфира 511-99-66 или на длинный бесплатный номер для регионов 8800-532-55 и задавайте свои вопросы нашему эксперту. Ну а сегодня у нас в гостях эксперт в вопросах ремонта квартир и помещений под ключ генеральный директор компании «Кострой», студия ремонта и дизайна «Весна» Казаков Рамиль Наилевич. Добрый вечер. Мы рады вас приветствовать. Строители и околостроители приходят к нам практически ежедневно, рассказывают о новых тенденциях, направлениях. Но очень давно мы не говорили об отделке помещений и действительно вопросов накопилось немало. И что хочется спросить. Сегодня сервис отделочный, он стал настолько европейским, что люди готовы доверить какой-то компании на выбор, то есть они сами делают этот выбор, отделку своего жилища. То есть при этом оставляют все свои вещи, абсолютно все, отдавая ключи отделочникам и уезжая, допустим, отдыхать на 2-3 месяца. И в это время у них идет либо косметический ремонт, либо полностью ремонт. Вот скажите, вы как эксперт в данном случае, можно ли доверить свое жилище чужим людям и оставить их на такой долгий срок в своей собственной квартире? Да, я уверен, что можно, потому что очень легко проверить, компанию людей проверить на честность, на репутацию. Как, например? Например, посмотреть историю компании, сколько лет компания занимается, прийти в офис, поговорить с людьми, посмотреть договор, обязательства какие, посмотреть действующие объекты, поговорить с заказчиками, действующими. И это даст такую картинку уже о компании, о людях. А отзывы, вот отзывы, допустим, это важно или они могут быть просто написанными, допустим, самой компанией? Где вот реальный отзыв можно получить? То есть есть какие-то сайты, где можно посмотреть реальный отзыв клиента? Я думаю, все равно картинка будет полноценной, если везде посмотреть, потому что да, компания может написать сама отзыв, но мне кажется, я не интересовался прям, какие сайты бывают, но я думаю, что можно найти информацию о компании. Ну, в конце концов, съездить посмотреть, попросить телефоны заказчиков действующих, съездить к ним, позвонить им. Ну, и сейчас очень важный момент, как следить за ходом работы. То есть ты уехал, находишься на Мальдивах или в Таиланде, и хочется все-таки наблюдать за процессом работ дистанционно. Каким образом компания может предоставить какой-то отчет, то есть видеоотчет или какой-то фотоотчет? И вообще, каким образом строится эта работа? Мне просто это очень интересно. Вот я занимаюсь больше 10 лет ремонтом, и я помню времена, когда еще не было смартфонов, не было WhatsApp, и действительно это была проблема для людей, потому что реально доверяешь объект, доверяешь ценности и не знаешь, что происходит, только по телефону можешь прилететь. Сейчас 21 век, все стало намного проще, сейчас есть WhatsApp. Допустим, я, когда делаю объект, я создаю WhatsApp-чат, и все мои клиенты, дизайнеры, все сотрудники… А другие компании, которые занимаются отделкой их общения? Я считаю, что все уважающиеся компании, они сейчас делают по такой технологии, что создают WhatsApp-чат, ну, либо Telegram-чат, и ежедневно отчитываются о ходе работ, то есть видео, фото, текстовая информация. И любой заказчик, имея доступ к интернету, может легко посмотреть, в какой стадии ремонт сейчас. А может такое случиться, что приехал человек через 3 месяца и обнаружил совершенно не то. Да, вроде бы вот ему по картинке, по фото казалось, что его все устраивает, а в жизни он увидел, и что-то ему не понравилось. То есть в этом случае переделываются работы, то есть под заказчика конкретного, или все-таки остается так, как есть, потому что, в общем-то, с ним согласовывали ход работы. Чтобы именно получилось, как заказчик хочет, для этого создается дизайн-проект, в котором учитываются все индивидуальные особенности, все предпочтения, подбор материалов. То есть это делается до его отъезда куда-то, чтобы потом не было претензий. То есть выбираются материалы, подбираются, они смотрятся материалы вживую, можно посмотреть действующие объекты, как это будет выглядеть, вот такие-то решения технические. И тогда риск все равно есть, конечно, минимальный, но он глобальный. Незначительный. Он очень незначительный, и он сводится к нулю практически. У нас есть звоночек в студию, вы в прямом эфире. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня, конечно, вопрос немного не по теме. Я бы хотела спросить у эксперта, какую отделку он посоветует для все-таки деревянного дома с сохранением дерева, чтобы остался и запах дерева, и структуру дерева не повредить. Вот что нам сделать? Спасибо за вопрос. Почему не по теме, вопрос, в общем-то, в тему. Даже по теме, да, отделка, в том числе и деревянных поверхностей. Действительно, чтобы дерево сохранило свои свойства, нужно его защитить. И есть сейчас большой выбор, не буду марки называть, но выбор достаточно большой. Есть на водной основе пропитки для обработки древесины. То есть они без запаха, они экологически чистые, они даже допускаются в детских учреждениях. И нужно выбирать именно проверенные фирмы известные, которые большого опыта, которые дают большую гарантию. И чтобы была на водной основе, состав на водной основе был. А где узнать, какая гарантия на эти средства? То есть это где-то написано на самой баночке с краской? Да, то есть есть специализированные магазины, где это продается. Есть информация, есть сертификаты качества, опять же, у этих материалов. И есть сколько лет гарантируется, что покрытие продержится при соблюдении технологии. То есть он защищает от того, чтобы дерево не гнило, чтобы не заводились какие-то там мушки. Да, чтобы можно было чистить и убирать. А вообще дерево можно отделывать чем-то? Или все-таки, допустим, сруб-брус его ничем не закрывают, оставляют в первозданном виде? По-разному делают. А вот какой еще вариант существует? Я так понимаю, у девушки был вопрос именно по отделке деревянного дома. Есть вариант шлифовки, шлифовки-покраски. Опять же, можно заколеровать в любой цвет. То есть можно поиграть оттенками, скомбинировать оттенки. Можно обшить более ценными породами древесины. То есть видов древесины очень много. И можно подобрать какие-то ценные породы древесины. Можно скомбинировать. Можно также добавить и стекла, и плитку добавить. То есть можно комбинировать. То есть более такие же натуральные материалы использовать в помещении. Да, скомбинировать. Будет очень прям шикарно. То есть есть примеры, когда... То есть не так, как раньше, что вот деревянный дом, это что-то такое скучное, однообразное. Нет. Можно сделать... Также камень, наверное, используют тоже, да, активно? Да, можно сделать подсветку, сделать интересное освещение, и получится там подсветку, там, ленту светодиодную. И будет просто шикарно выглядеть все это. Ну, Рамиль, вы человек продвинутый в этом вопросе, и наверняка следите за модными тенденциями. И вот хочется спросить, сегодня что актуально в отделке, я сейчас не говорю о деревянных домах, а вообще, в отделке квартир, и что в скором времени придет на смену лофта, так популярного сегодня, особенно даже в ресторанах, кафе, не только дома? Да, сейчас идет такая тенденция, что стили смешивают. Сейчас очень часто даже сложно определить, какой именно стиль идет смешение. И очень такого много индивидуального, потому что все дело сейчас под человека, под его удобство, чтобы было практично, удобно, чтобы человек просто отдыхал в этом пространстве, расслаблялся и получал удовольствие, переключался от рабочего, там, состояние домашнее. Поэтому учитываются индивидуальные особенности. Ну, можно сказать, что сейчас такая тенденция, что сейчас модные такие глубокие тона, синий, зеленый. Интенсивный, да? Интенсивный такой. Раньше был такой более пастельный, такой спокойный, сейчас более интенсивный. Освещение такое более приглушенное, точечное и такое где-то интимное даже. Такие тенденции. Ну, здорово. И очень хочется спросить у вас, какой сегодня покупатель? Потому что, как мне кажется, из-за того, что обилие материалов, обилие возможностей, большой выбор обоев, отделочных разных решений, стал покупатель очень требовательный. Ну, как мне кажется. И вот как угодить и как понять, что ему нужно? Вот как выяснить, что нужно конкретному человеку, чтобы угадать, чтобы попасть в точку и действительно создать интерьер его мечты? Потому что у каждого в голове одна идея, он ее выкладывает, а другой на том конце может и не понять, на самом деле. У каждого же свое воображение, своя фантазия. Вот как добиться результата стопроцентного вот этого попадания? На самом деле, самому это сделать очень сложно, потому что, да, выбор материалов большой. И когда, допустим, обои висят на стене, не совсем понятно, как это будет выглядеть в рамках всей комнаты. И то же самое по всем остальным материалам. Поэтому здесь нужен грамотный дизайнер, который начинает погружаться в проект, общаться с человеком, выяснять его вот именно вкусы, что ему нравится. Предпочтения, цветовые решения. Это очень такая большая, то есть заполняется анкета, очень большой, долгий диалог. Можно посмотреть вместе материалы, какие нравятся интерьеры. Вот так получается картинка. Потом уже подбираются технические решения, чтобы это грамотно работало. То есть если в одном помещении смотрится хорошо какой-то материал, не значит, что будет помещение меньше, будет смотреться тоже хорошо. То есть нужно учитывать очень много нюансов. И это только на самом деле специалист может сделать с опытом большим, с образованием. С помощью чего вот расширяется пространство? Вы хорошо затронули тему, когда помещение маленькое. Часто бывает так, что нет большого помещения. Конечно, это всегда здорово. Но вот так получилось, что помещение небольшое. А хочется, чтобы в нем было комфортно и не давили стены. Помимо зеркал, какие решения еще существуют? Ну, оттенки, за счет оттенка стен. То есть они разные, да? Светлые оттенки они будут визуально расширять. Можно геометрические какие-то линии, какие-то очертания. Они тоже визуально могут расширить пространство. За счет света очень много чего можно сделать. Можно и уменьшить помещение, и увеличить за счет света. А как помещение обставить? Какая мебель? Как она расположена? То есть приемов очень много, на самом деле. Это целая такая наука. Но сегодня все равно, наверное, близко все к минимализму. Потому что, да, то есть раньше было очень много мебели, и считал, что это очень функционально. А сегодня все все выбрасывают, отдают в хорошие руки и так далее. И стараются освободить свое помещение от лишней мебели. Сейчас такая тенденция, сейчас все встроенное, мебель встроенная, техника встроенная, сантехника встроенная. И кровать встроенная, даже я вот такое видела. Да, 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 то есть получается, на самом деле, удобно и практично все это. Это большой плюс. Ну и, конечно, хочется спросить о потолках, потому что о стенах мы поговорили, вроде бы я пол тоже затронули. А вот потолки раньше очень модно было делать двухуровневые, трехуровневые, блестящие, глянцевые, матовые и так далее. Сейчас какие тенденции? Тоже все очень скромно, лаконично. Да, и все это минимально, то есть это очень редко, когда несколько уровней. Так тоже делаются, но под привязку к какому-то конкретному назначению. То есть разделить цвет, разделить зоны. Зонирование остается популярным. Да, то есть на потолке можно сделать два уровня, чтобы разделить зоны. Допустим, кухню от гостиной или столовую. Да, чтобы дополнительный свет разместить. А так в остальных случаях это просто ровный белый потолок, такой минималистичный, который выполняет простую функцию, здесь находится свет. Ну и самый главный вопрос, который, наверное, многих беспокоит, наших телезрителей. Всегда, когда думаешь о том, что нужно сделать ремонт, в первую очередь приходит информация о том, что нужно делать это самому, потому что это дешевле однозначно. Все-таки вот вы, как человек, все-таки занимающийся этим вопросом очень долгие годы, и, наверное, через вас прошло достаточно много людей, и много отзывов вы получили. Все-таки самому или нанимать компанию? В чем вот понятно, что сам ты сделаешь дешевле, но, может быть, менее качественно? Или сделаешь это стандартно, как делал уже? А, наверное, с помощью дизайнера можно как-то преобразить свое помещение? Но все-таки насколько это дороже? Действительно это дороже, да? То есть нанимать кого-то? На самом деле самому делать только в том случае, если есть опыт, если это интересно делать. Потому что если, допустим, взял отпуск и сделал ремонт, и не отдохнул, то это получается, я считаю, не очень хорошо. То есть если нравится этим заниматься, тогда можно делать. Если это как такая нагрузка, как работа, то лучше отдохнуть, либо работать, потому что надо считать еще время. Потому что времени это уходит очень много. Когда тем более не знаешь, когда делаешь это редко. Когда делаешь это редко, то уходит очень много времени. И получается, что из-за этого не дешевле делать с мамой. Потому что надо считать время. Если человек, допустим, это время доработал, сколько он заработал денег, сколько он сэкономил. По факту получается, что даже какие-то отдельные части, если делать ремонт, то человек не выигрывает. Потому что у компании, как правило, процессы все отточены. И все это происходит быстрее. Там те же самые материалы закупать. У компании есть скидки, очень большие скидки на материалы. И получается то, что люди, опять же, экономят, и в том числе на покупке материалов. Поэтому это миф такой, что самому сделать дешевле. То есть в моменте, может быть, какие-то деньги можно сэкономить, но если посчитать все затраты и время посчитать, то это однозначно дороже. Поэтому я рекомендую все-таки обращаться к специалистам. Когда я готовилась к этой программе, пролистало очень много сайтов строительных, и дизайнерских в том числе, и предложений достаточно много. Все-таки как довериться какой-то конкретной компании, потому что на самом деле выбор огромный. И картинки у всех красивые, даже бывает так, что картинки одинаковые. То есть люди даже не заморачиваются о том, чтобы реальные свои работы выставить, чтобы можно было как-то идентифицировать одного клиента от другого, одну компанию, от другой. И вот поэтому мы в начале программы обсуждали это. Все-таки отзывы довольных и недовольных клиентов. Где это можно найти? Как довериться какой-то конкретной, как выбрать компанию? Я считаю, что нужно смотреть, сколько компания занимается уже этим видом деятельности. Ну вот сколько, по-вашему, она должна заниматься, чтобы ей можно было довериться? То есть от 5 до 10? Я считаю, от 5 лет уже можно рассмотреть. То есть это уже достаточно хороший опыт. Также штат специалистов, допустим, показатель, что компания серьезно занимается, что она этим долго занимается. Сколько лет гарантий дает на свою работу компания? А сколько вообще должна давать компания отделочная, допустим, гарантии? С какой срок дает? По закону год идет гарантия. А через год, то есть ответственности не несет уже? По закону так, да. Но у вашей компании они делают больше гарантий. Вот мне тоже так кажется, что одного года недостаточно для квартиры или для ремонта дома, да? Мы продолжим нашу беседу. Вы также можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 511-99-66 и задать интересующий вопрос. У нас не так много времени остается. Спросите еще есть о чем. Скажите, пожалуйста, сегодня тенденций в строительном мире достаточно много. И, конечно же, сами строители, наверное, имеют свои какие-то предпочтения. То есть когда они смотрят и следят за мировыми тенденциями, что сегодня модно в Европе, да? К чему стремятся, скажем так, люди на другом континенте? Вот вы отслеживаете эти тенденции? То есть что нас ждет в будущем? То есть наверняка какие-то серьезные изменения? На самом деле все идет именно навстречу человеку. И вот это тоже у нас есть, просто в меньшей степени. Когда в Европе не особо-то заморачиваются, если честно, по поводу внешнего вида. Они вот именно любят практичность. Для них практичность это самый номер один из всех показателей. Поэтому максимум натуральных материалов, практичное, все удобное, долговечное. Ну вот практичное, если говорить о практичности, диван с натуральным материалом, это будет самый непрактичный диван. То есть здесь нужен диван со специальной каким-то лазерной обработкой, с покрытием. И это будет ненатуральный уже материал на самом деле. Или они часто меняют это, чехлы? Каким образом это решается? Ну, есть, да. То есть, допустим, конкретный диван, то можно сделать сменный, можно сделать накидки вместо, допустим, того, чтобы полностью сделать одним материалом. Ну, главное, чтобы это было практично, потому что на Западе очень любят считать деньги. И поэтому один раз сделать качественно, один раз сделать хороших материалов, чтобы это долго прослужило. Рамиль, вы очень подробно нам рассказали и о трендах, и о тенденциях. Но я знаю, что в вашей жизни еще есть проект, который занимает тоже большую часть времени. Это благотворительный проект. Вот расскажите об этом тоже, и чем наши телезрители могут помочь? Да, на самом деле эта тема мне всегда была интересна. И сейчас я занимаюсь проектом благотворительным, помогаю ДРКБ и Центру Солнечной. В ДРКБ им необходим ремонт, мебель новая, большой перечень оборудования, потому что там есть игровая комната, которая просто очень маленькая, и дети просто даже не умещаются, чтобы поиграть в этой комнате. А в Центре Солнечной там также им необходима такая интерактивная парта для обучения. То есть у них, в принципе, там очень хорошо все оборудовано, очень такой классный центр. Но еще им необходима парта для интерактивного развития детей. То есть там специальным обучением запатентованным, сенсорным. И поэтому это все очень полезно, ценно. И у меня такой внутренний позыв, внутреннее такое желание помогать. И поэтому кому интересно, кто хочет также поучаствовать. Я знаю, что у нас люди очень такие добрые и любят помогать. Поэтому можно даже мне просто позвонить, и я объясню, как можно даже вместе со мной поехать и чем можно помочь детям. Да, я, наверное, даже озвучу телефон Рамиля. Если успеете, запишите, пожалуйста. 8-927-409-56-80. Вы можете позвонить лично Рамилю, и он вам расскажет, как можно помочь деткам в ДРКБ. Получить какие-то хорошие условия для дальнейшего проживания. Рамиль, ну что ж, я благодарю вас за такую чудесную программу, за очень, на мой взгляд, нужную информацию для всех нас. Потому что с ремонтом, к великому сожалению, сталкивается каждый из нас. Может, счастье. Да, не знаю. Ремонт – это всегда то, что очень пугает. Но благодаря вам и информации, я думаю, что сейчас нам стало легче. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Обязательно. Это была программа «Актуальный разговор». Увидимся на телеканале «Татарстан-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова